Здравия всем! Вы на канале Марка Елина Диригетти. Вон под той Ивы возле озера. Мы только что лежали, купались вот здесь вот с бортика. И теперь... А, мы же сделали пикник. Вот 4 часа дня, бьют куранты. И мы с Маркой хотим пойти, сейчас скажу, кофе попить. В то же вот место там, где мы как-то обедали там. Вон он, Марка уже на стояночку отнес сумку с полотенцами. Слушайте, какая прелесть здесь. 29 градусов тепла. Вообще не жарко возле воды. Кстати, туалетик. Очень удобно, очень. Давайте ближе подойду к воде, потому что это я там сидя вроде как загорала. Ну, вот здесь вот немножко грязновато, но это такая грязь. Не то, что там кто-то что-то бутылки-банки накидал. Это вот из кустов. Какие-то веточки. Нормально. Обыкновенно. Смотрите, здесь даже лилии растут. Мы, когда здесь гуляли в начале лета, но не все цветы были в цветах, поэтому кусты-то были, а то, что это лилии, я даже и не обратила внимания. Видите, вода будет прозрачная. Люди прогулку делают. Какая шикарная пальма, как у нас дома, вот с такими вот виноградинками. Только она еще молодая. Но у воды вот здесь вот. Прям можно картину писать. А здесь вот у них огородик. И капуста, и лучок, и перец, и помидорчики. Фиковое дерево. И не то слива, не то что. Да, это темная слива синяя. Какие богатые ворота. И фонтанчик у них там. И в этом фонтанчике пальма. На островке. Видите, люди по-разному живут. Кому цветы нужны, кому вот такой вот... Три этажа дом. Наверное, на каждом этаже по квартире. И никто ничего. Цветочки не сажает. Просто людям, может быть, некогда. А может быть, это не их. Знаете, я домой приехала. Я думаю, нафиг я столько цветов насадила. Вроде хочется, чтобы красиво было. Но это ведь такой труд. За ними потом ухаживать надо. Чтоб они травой не заросли. Написано привату. Кусочек земли. С калиточкой. А здесь прям вот забор поставили. Видно, давно стоит. Вот небольшая стояночка. Лодочная станция. И мы выходим к детской площадке. Крупные такие деревья. Похож на дубовый лист. Тенек. Потому что на солнышке хоть и 29 градусов тепла. Но жарковато. Всё-таки. А вот тоже плакучее дерево. Но это не ива. Качелики, каруселики, горочки. Всё для детей. Всё для детей. Ах, здесь такой галичный пляжик. Немножко песочку для детишек. На байдарочках тоже люди здесь плавали. Ещё на досочках с одним веслом. Воскресенье. Вон мы там были. Возле ивы. Вот они на досках плавают. Есть байдарки стационарные, а есть надувные. Каноэ, байдарки. Я в них разницы не знаю, друзья. Будут поправлять. Как я вам говорила, 4 часа пробила. Так не увидишь, а тебя собьют. На таком автомобиле. Ой, друзья, я вижу. Мальки. Вот они какие. Вот. Встретил бабушку. На той стороне ресторанте Понте Дель Фьори, терраса. Можно на лодочках подъезжать. А вот эти два мужчины, которые подъезжали к нам, к Иве, и ловили там рыбку. Я их не стала снимать. Ну, потому что... Потому что не захотела. А тоже хорошее местечко. Красиво здесь. И в начале лета, как вы помните, вот здесь они как-то там укрепляли берег на той стороне. Было заграждение не очень красивое. А вот сейчас мы уже приехали, видите? Этих укреплений нету. То есть они всё, что сделали, хотели. Всё поснимали, это всё. И всё теперь красивенько. Кстати, люди купаются здесь. Ну, как вот... Мы купались с Маркой, и вот эта семья русская купалась, и всё. Остальные все прогуливаются. Нарядно одетые. Воскресенье. Четыре часа дня. Вообще не жарко. Ветерка нету. Не только во Франции такие шикарные деревья. Ну, и у нас. Смотрите. И вот на эту виллу мы с вами смотрели. Что она вся такая расписная. Шик, блеск, красота. Ну, вот смотрите. Женщина и дерево. Чтоб вам было понятно, какие размеры этого дерева. Нет, солнышко мне так не даёт возможности заснять красоту. А вот так за этой башней мы спрятались в теньке. Спасибо. 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 Продолжение следует... Ну вот, друзья, вот на такой моменте я с вами прощаюсь. Желаю вам здоровья и удачи, долгих лет жизни. Из Понтотрезо, Италия. На той стороне Швейцария. Ставьте лайки. Кому понравилось, подписывайтесь на наш канал. Всех благ вам. Пока.